Китай. Город. Роман. Читает Евгений Бразов-Брышковский. В Китай-городе. Книга первая. Глава первая. В городе, на площади против биржи, шла будничная дообеденная жизнь. Выдался теплый сентябрьский день с легким ветерком. Солнца было много. Оно падало столбом на середину площади, между громадным домом Троицкого подворья и рядом лавок и контор. Вправо оно светило вдоль ильинки, захватывало вереницу широких вывесок с золотыми буквами, пестрых навесов, столбов, выкрашенных в зеленую краску, лотков с апельсинами, грушами, мокрой, липкой, шепталой и многоцветными леденцами. Улица и площадь смотрели веселой ярмаркой. Во всех направлениях тянулись вазы, дроги, целые обузы. Между ними извивались извозчичьи пролетки, изредка проезжала карета, выкидывал ногами серый жирный жеревец в широкой купеческой эгоистке московского фасона. На перекрестках выходили беспрестанные остановки. Кучера, извозчики, ломовые кричали и ходко ругались. Городовой что-то такое жужжал и махал рукой. Растерявшаяся покупательница, не добежав до другого тротуара, роняла картуз с чем-то съестным и громко ахала. По острой, разъезженной мостовой, грохот и шум немолчно носились густыми волнами и заставляли вздрагивать стекла магазинов. Тучки пыли летели отовсюду. Вазы и обузы наполняли воздух всякими испарениями и запахами. То отдаст москательным товарам, то спиртом, то конфетами. Или вдруг откуда-то дольется струя, вся переполненная постным маслом или луком или соленой рыбой. Снизу, из-за биржи, с задов старого гостиного двора поползет целая полоса воздуха, пресыщенного пресным отвкусом бумажного товара, прессованных штук бумазей, меткалю, ситцу, толстой оберточной бумаги. Не от конца телегам и дрогам. Везут ящики кантонского чая в зеленоватых рогожках с таинственными клеемами. Везут распоровшиеся, бурые, безобразно пузатые тюки бухарского хлопка. Везут слитки олова и меди. Немилосердно терзает ухо бешеный лязг и треск железных брусьев и шин. Тянутся вазы с бочками, бакалеи, сахарных голов, кофе. Разом обдадут зловоним телеги с кожами. И все это облито солнцем и укутано пылью. Кому-то нужен этот товар. Город хоронит его и распределяет по всей стране. Деньги, векселя, ценные бумаги точно реют промежду товара в этом рыночном воздухе, где все жаждет наживы, где нельзя продышать дня без того, чтобы не продать и не купить. На вазах и в обозах, рядом и позади телег ломовой, в измятой шляпенке или засаренном картузе, с мощной спиной, в красной жилетке и пудовых сапогах, шагает с перевалом невозмутимо стойко, с трудовой ленью, покрикивая, ругаясь, похлёстывает кнутом своего чалого, широкогрудого и всегда опоённого мерина под раскрашенной дугой. Вот луч солнца, точно отделившись от огненного своего снопа, пронизывает облако пыли и падает на вуз с чем-то тёмным и рыхлым, прикрытым рогожей, насквозь промоченный и обтрёпанный по краям. На вазу покачивается парень без шапки, с жёлтыми, плоскими волосами, красный, в веснушках, пестрядинной рубахе, с расстёгнутым воротом, открывающим белую грудь и медный тельник. Глаза его жмурятся от солнца и удовольствия. Он широко растянул рот и засовывает в него кусок попушника, держа его обеими руками. На попушник намазана жёлтая икра, перемешанная с кусочками крошёного лука, промозга солёная, тронутая теплом. Но глаза парня совсем закатились от наслаждения. Он облизывается и вкусно чмокает, а тем временем незаметно сползает всё по скользкой и самрадной рогожке. С воза обдаёт его гнилью и газами разложения. Зубы щёлкают, щёки раздулись, он обедает сладко и в досталь. А за ним, снизу от ножовой линии, сбоку из черкасского переулка, сверху от Ильинских ворот ползёт товар. И над этой колышущейся полосой из лошадей, экипажей, вазов, людских голов стоит стон. Рубль купца, спина мужика, поют свою нескончаемую песню.